Всем панк-рок, дамы и господа, с вами CGSpeak, всем здравствуйте. Этот ролик пригодится не только сиджишникам, но и тем людям, которые рисуют страдишки, а разберём мы сегодня основы рисования портрета, пропорции и ракурсы. Очень часто начинающие художники пренебрегают изучением человеческого скелета и мускулатуры, ошибочно полагая, что и так сойдёт. Но незнание человеческой анатомии приводит к тому, что нарисованный персонаж получается неубедительным, а его мимика и движение выглядят очень неестественно. Поэтому сегодня мы рассмотрим базовые принципы, которыми вы должны руководствоваться, если хотите нарисовать хороший и качественный портрет. Первое — пропорции лица. Череп с челюстью представляет собой слегка сплюснутую сферу, поэтому, глядя на человеческое лицо в анфас, мы видим нечто вроде перевёрнутого узкой стороной вниз яйца. Две перпендикулярные линии, проходящие посередине, делят это яйцо на четыре части. Давайте рассмотрим подробности. Отмечаем середины правой и левой половинок горизонтальной линии. Глаза будут располагаться именно в этих точках. Разделяем нижнюю половину вертикальной линии на пять частей. Нижняя часть носа будет располагаться на второй отметинке сверху, а линия, на которой смыкаются губы, расположится на одну точку ниже. Разделяем верхнюю половину вертикальной линии на четыре части. Линия роста волос будет располагаться на второй или третьей отметке. Эта особенность варьируется. Уши находятся между верхним веком и кончиком носа, и это правило верное только когда лицо не опущено вниз и не поднято вверх. Полезная подсказка. Ширина лица обычно составляет ширину пяти глаз или немногим меньше. Размер расстояния между глазами равен ширине одного глаза. Очень редко у людей это расстояние очень сильно отличается от стандартного, но эту особенность будет достаточно легко заметить. Расстояние между нижней губой и подбородком также равняется длине одного глаза. Еще одним способом измерения является использованное расстояние между кончиком большого и указательного пальца. На рисунке показано, какие расстояния можно мерить таким образом. Высота уха, расстояние от линии роста волос до бровей, от бровей до носа, от носа до подбородка и от зрачка до зрачка. Профиль. Профиль мы все еще видим форму яйца, но острая сторона его смотрит в угол. Линии теперь разделяют голову на лицо и череп. На черепе. Ухо находится сразу за вертикальной линией. По размеру и местоположению оно все еще располагается между верхним веком и кончиком носа. Глубина черепа варьируется в рамках, указанных на этой картинке, пунктирными линиями. На лице. Все располагается так, как было указано выше. Корень носа совпадает с горизонтальной линией или находится немного выше. Самая выпуклая часть – это первая точка над горизонтальной линией, которая отмечает линию бровей. Особенности. Глаза и брови. Глаз – это просто две дуги, соединенные в миндальную форму. Нет определенного правила в рисовании глаз, потому что форма глаз может быть разная. И таких форм существует очень много. Но мы можем подметить следующие тенденции. Внешний угол глаза может быть выше, чем внутренний, но не наоборот. Если форма глаза миндальная, то округленная часть глаза будет ближе ко внутреннему уголку, а вытянутая – ко внешнему. Радужная оболочка частично спрятана под внешним веком. Она касается нижнего века, только если человек смотрит вниз. Или если глаз построен так, что нижнее веко находится выше, чем обычно. Запомните, что ресницы все-таки растут изнутри наружу, а не наоборот. И это очень важно при рисовании, чтобы они выглядели натурально. Ресницы на нижнем веке – короче. Пытаясь прорисовать все мелочи, там слезные потоки, нижнее веко и так далее, помните, что детальная прорисовка не всегда означает, что результат будет красивым. Профиль. Глаз принимает форму наконечника стрелы с выпуклыми или вогнутыми сторонами, с небольшим намеком на верхнее и, возможно, на нижнее веко. В реальной жизни вы не увидите радужную оболочку сбоку, вы будете видеть лишь белок глаза. Но глаз без радужной оболочки выглядит странно, поэтому рисуйте хотя бы намек на него. Что касается бровей, то проще всего нарисовать их, следуя дуге верхнего века. Зачастую самая широкая часть брови находится ближе к внутренней части, а хвост, стремящийся ко внешней части глаза, постепенно становится тоньше. Если смотреть в профиль, то форма бровей меняется кардинально и становится больше похожей на запятую. Бровь как бы начинается там, где находятся кончики ресниц. Нос человека примерно клиновидной формы. Ее достаточно просто представить себе и нарисовать в объемном виде, прежде чем прорисовывать детали. Спинка и крылья носа являются плоскими поверхностями, которые очерчиваются лишь в конце. Но все равно очень важно учесть эти поверхности во время построения наброска, чтобы правильно рассчитать пропорции. Нижняя плоская часть нашего клина в виде усеченного треугольника соединяется с крыльями и кончиком носа. Крылья сворачиваются внутрь к перегородке, образовывая ноздри. Обратите внимание, что вид снизу подсказывает, как перегородка начинается раньше крыльев и соединяется с лицом. Она выступает ниже, чем крылья, когда мы смотрим на нос в профиль. А это означает, что при виде в три четверти дальняя ноздря скрыта перегородкой. Так же, как и в случае с глазами, детализация не всегда дает хороший результат, поэтому важнее проработать пропорции, чем корпеть над деталями, которые в итоге могут просто изуродовать рисунок. При рисунке в анфас нос выглядит лучше, если нарисовать только нижнюю его часть. Если вы рисуете вид в три четверти, то, скорее всего, вам будет лучше прорисовать линию спинки носа. Вам придется осмотреть и изучить массу носов, чтобы понять, как и когда его изображать. Губы. Линия, на которой смыкаются губы, должна быть нарисована в первую очередь, так как это самая длинная и темная линия из трех формирующих рот. Это не просто волнистая линия, а целая серия тонких кривых. На рисунке вы можете увидеть утрированный пример, который объясняет вам движение линии рта. Обратите внимание, что есть разные формы губ и что основная линия может отражать нижнюю или верхнюю губу. Губы можно смягчить разными способами. Линия посередине может быть очень прямой, чтобы отразить острый взгляд, или очень смазанной, чтобы ослабить губы. Все зависит от формы губ, того, насколько они пухлые. Если вы хотите добиться симметрии, начинайте от центра и рисуйте одну половину губы, а затем вторую. Два верхних кончика верхней губы – самые очевидные части рта, но они также могут быть как ярко выраженными, так и практически идти одной линией. Нижняя губа является собой мягкую дугу, но также может варьироваться от почти прямой до очень скругленной. Верхняя губа обычно тоньше нижней и выпирает из общего рельефа лица меньше, чем нижняя. Старайтесь оттенять штрихами верхнюю губу. По сторонам губы имеют форму наконечника стрелы, и то, что верхняя губа немного выступает в этом месте вперед, видно очень хорошо. Средняя линия рта на концах отклоняется вниз от губ. Даже если человек улыбается, она закругляется вниз, прежде чем подняться снова вверх. Никогда не рисуйте эту линию прямо вверх, если рисуете лицо в профиль. Уши. Самая важная часть уха – это длинная S-подобная форма внешней линии. Внутренняя часть уха подобна перевернутой буквой U. Также есть подобная кривая сразу над мочкой уха, соединенная с маленькой S-подобной дугой. В целом форма уха также варьируется. Когда мы видим лицо в анфас, понятно, что уши видны в профиль. Ободок, ранее имевший форму U, теперь является отдельной частью. Как случается, если мы смотрим на тарелку сбоку и видим ее низ. Мочка уха больше будет походить на каплю и будет выделяться. То, насколько тонкой нужно рисовать линию уха, зависит от того, насколько плотно к голове расположены уши. Если смотреть на голову сзади, ухо выглядит как бы отделенным от головы. Ободок прикреплен к голове воронкой. Не бойтесь нарисовать воронку слишком большой, так как она действительно не маленькая. Имея форму мяча с небольшими изменениями, голова рисуется проще, чем ожидалось. Но несмотря на это, нужно изучать то, как она выглядит под разными углами. Конечно, меняется вид носа в первую очередь, но и брови, скулы, центральная часть рта и подбородка меняются тоже. Когда мы рисовали лицо ванфасы в профиль, мы практически упрощали его до двухмерной плоскости. Для других углов зрения нам нужно думать в трехмерном пространстве. Взгляд вниз. Все детали закругляются вверх и уши также сдвигаются вверх. Так как нос выступает вперед, он выдается из общей линии лица и его кончик оказывается ближе к рту. Кривая бровей становится более ровной. Чтобы она приняла обратный изгиб, нужно повернуть лицо каким-то особо необычным способом. Верхняя века становится виднее и покрывает большую часть глазного яблока. Верхняя губа почти пропадает, а нижняя больше выпирает. Заметьте, что так как рот следует общей кривой, кажется, что на лице человека появилась улыбка. Взгляд вверх. Все детали закругляются вниз и уши тоже сдвигаются вниз. Верхняя губа становится видна полностью и рот кажется пухлее. Линия бровей становится более закругленной, но нижняя века закругляется вниз, придавая эффект острого взгляда. Нижняя часть носа видна четко. Ноздри также хорошо видны. Поворот боком. Когда человек виден почти со спины, все что видно, это выступающая линия бровей и скулы. Выступает линия шеи и стремится к уху. Ресницы это следующее, что видно, когда человек поворачивается лицом. Затем часть брови появляется, а также становится видны выступ нижнего века и кончик носа, выступающий из-за щеки. Когда лицо уже повернуто почти в профиль, глазное яблоко и губы становятся видны. Но средняя линия рта все еще маленькая, а линия шеи сливается с линии подбородка в одну линию. Вы все еще можете видеть часть щеки, за которой прячутся ноздря. Немного покэпствуем и скажем о том, что для усиления навыка рисования лиц очень сильно помогают статики с фотографией, а также рисунки с натуры или просто даже с анатомических моделей. Чтобы лучше научиться рисовать лицо в объеме, можете загуглить Asara Head и посмотреть просто фотографии обрубовок в интернете. Надеемся, вам понравился этот короткий ролик. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте кнопку колокольчика. А с вами был Алексей. Всем удачи и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok